В переговорном процессе Украина с Россией будет говорить при поддержке стран с сильными армиями. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он уточнил, что уже созданы политические группы советников, через которых ведутся переговоры со странами-гарантиями. Давайте послушаем. Для нас переговорный процесс важен именно возможностью заключить такое формальное соглашение в рамках предложенного президентом Зеленским механизма, когда Украина не только будет тет-а-тет разговаривать с Россией о войне и мире, но будет это делать в присутствии других влиятельных государств с мощными армиями, когда РФ будет брать на себя обязательства перед целым рядом важных стран. Уже создана группа политических советников, и, конечно, через эту группу очень интенсивно идут консультации с потенциальными странами-гарантами. Им даются пакеты документов, объясняются позиции, идут дебаты. Ну и также русская элита впадает в панику. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал три основных фактора, которые это доказывают. Давайте послушаем. Постепенно русская господствующая элита впадает в откровенную панику, на что указывают сразу три явления. Первое. Все чаще появляются странные откровенные заявления российских топов иностранным журналистам, как, например, ночные откровения кремлевского пресс-секретаря Пескова, признавшего по умолчанию огромные потери российской армии в Украине, и что со спецоперацией происходит что-то странное. Второе. Заявление об отставке постоянно появляющихся министров, которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связано же одной цепью. Уже в очереди напокинуть российский военный корабль, Набиулина, глава Центробанка, Силуанов, Минфин, Колокольцем, МВД, и даже теперь Патрушев-младший, Минсельхоз. Сомнения у людей нарастают. И третье. Практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным совбезом. Точнее, сначала расширено, потом узко, в течение многих часов, чтобы накачивать и содержать подчинение. А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы, если надо, то до последнего россиянина. Михаил Подоляк, советник главы ОВСа президента Украины. Генеральная ассамблея ООН приняла решение об отстановке членства России в Совете по правам человека. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте послушаем его мнение. Есть сегодня неплохая дипломатическая новость. Россия постепенно проигрывает, даже на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя. В частности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение об отстановке членства России в Совете по правам человека. Вполне логично, совершенно справедливо, но тоже не без борьбы за это решение. Благодарен тем государствам, которые поддержали это. Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-нибудь это изменится, но пока российское государство и российские военные представляют наибольшую угрозу на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как таковой. После Бучи это уже очевидно. Ну и также далее для вас информационная графика о том, скольких россиян, а именно дипломатов, выслали из своих стран стран Европейского Союза. Давайте посмотрим на эту информационную графику. Всего 330 российских дипломатов было выслано из Европы. Изданий 15, Нидерланды 17, Бельгия 21, Латвия 3, Эстония 3, Чехия 1, Швеция 3, Литва 4, Болгария 13, Германия 40 дипломатов, Испания 25, Франция 35, Польша 45, Словакия 38, Словения 33. Из Италии выслали 30 дипломатов, из Черногории 1, из Македонии 5, из Латвии 13, из Австралии 4, и из Румынии и Португалии по 10 дипломатов было выслано всего. Ну и также посольство России в Варшаве облили красной краской. Рядом положили окровавленный флаг России и фотографии разрушений в Украине от агрессии Российской Федерации. Эти видео и фото сейчас вы можете увидеть на своих экранах. Кстати, это уже не первый случай, когда красной краской обливают посольство Российской Федерации. Ранее, там, где находится в Италии, дача Соловьева, это российский пропагандист, один из бассейнов на его участке также облили красной краской, вследствие чего вода превратилась в огромную-огромную лужу крови. Кстати, если посчитать все убийства, которые совершает Российская Федерация, я думаю, там крови будет намного больше, чем бассейн Соловьева в элитной даче в Италии. Ну что ж, далее продолжим. Возле посольства России в Вильнюсе литовские художники залили искусственной кровью пруд, в котором проплыла олимпийская чемпионка по плаванию. Художники объяснили, такой перформанс символизировал необходимость выплыть из кровавого потопа, вызванного агрессией России против Украины. Сейчас вы тоже это все видите на своих экранах. Данный перформанс также уже не впервой проводится, также акцентируют внимание. Именно таким образом привлекают внимание международного общества. И, возможно, именно российские граждане поймут, что все, что говорят российские пропагандисты из российских телевизоров, это все вранье. Далее уже будем подключать нашего гостя к нашему эфиру. Это Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слышу. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Ну что ж, давайте по реакции мира. Реакции мира, и я бы хотел очень с вами обсудить тему непосредственно российской дипломатии. Как вообще дипломатический фронт может помочь а. привлечь внимание к украинской проблематике, б. к российской агрессии, и в. к более решительным действиям мирового сообщества в отношении Российской Федерации? Мы сейчас наблюдаем определенные изменения подходов в мировой прессе. Говорят о том, что есть некая усталость от украинской тематики, но здесь достаточно много вовлечены в акции, в поддержку Украины. Многие общественные организации, многие группы активистов, многие участники гражданских компаний, разнообразные профсоюзы, мыслители, интеллектуалы, писатели. Они готовы показывать всяческое содействие Украине, поднимая общественное мнение, влияя на власти, на политиков своих стран. Сейчас уже стала хорошей традицией письма конгрессменам и сенаторам в Соединенных Штатах. Подобная практика стала очень частым в Канаде, в других странах, во Франции, в Германии. Люди пишут своим депутатам, пишут главам политических сил о том, что убивают невинных людей в Украине, что есть агрессия со стороны Российской Федерации, требуют ввести все больше санкций и вмешательства в войну на стороне Украины. Да, многие политики исходят из так называемой реал-политик. То есть, они говорят о том, что они не могут отказаться от российского газа одновременно, они не могут отказаться от русской нефти, потому что это нарушает торговые балансы, это большие уроны. Безработица, но с другой стороны, все больше и больше людей, это показывают, кстати, опросы, общественные мнения, в Центральной, Северной Европе говорят, и в Южной также, говорят о том, что настало время решительных действий. Очень такое знаковое выступление, есть выступление одного из депутатов Европарламента в Бандестаге, где он требует активного вмешательства, отказаться от импотентной политики Европейского Союза, и Германию в первую очередь, и вступить в войну на стороне Украины. Хотя бы экономически вести полное эмбарго. В свою очередь, также хочу акцентировать внимание, вот сейчас, чтобы мы с вами посмотрели еще одно видео, очень короткое, в знак протеста российской агрессии в Украине. В Берлине жители обрисовали красной краской мемориал советскому воину-освободителю, там видны надписи «Кровь украинцев» на русских руках. За что Путин, Сталин и смерть всем русским. Это также, знаете, такой месседж и такой метод привлечь внимание мирового сообщества к тому, что делает Российская Федерация. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько это может повлиять на россиян непосредственно? Потому что именно за, я так понимаю, уже от безысходности российская пропаганда борется за россиян, чтобы внутри России хоть кто-то остался поддерживать эту так называемую спецоперацию по факту войну против Украины. Ну, знаете, я бы очень осторожно подходил к таким вещам, как подобное привлечение внимания в Трептовую партию в Берлине, потому что для немцев это место является символом не просто каких-то поражения, но это символом покаяния, определенной исторической виной. Если есть попытка таким образом привлекать внимание немцев к проблеме, к войне в Украине, то я бы не делал подобных действий. Да, Германия, и это слова канцлера Шольца о том, что русские избавили Германию от исторической вины за Вторую мировую войну. Это очень хороший месседж, который необходимо всячески показывать немцам, о том, что они свою вину за все эти 70 лет они свою вину уже исчерпали. Сейчас вина за развязывание новой войны в Европе лежит полностью и всецело на русских. Поэтому русские, русский народ в первую очередь, русское руководство, российское руководство несет прямую ответственность за эту войну, а российский народ несет коллективную ответственность за то, что поддерживает в своей большинстве, поддерживает свое руководство. Поэтому иначе, как через дирешизацию, вопрос решить не удастся. Что касается работы России на своих, то есть на русскоязычных и на россиян, живущих в Германии, да, и у них есть в этом союзники. Кстати, у этих союзников также произошел раскол. Например, партия Дерлинке, которая была раньше в Германии пророссийская, сейчас заняла достаточно взвешенную позицию и осудила вторжение российских войск в Украину. Но есть альтернатива для Германии, есть для других политических группировок в Германии, которые поддерживают русских, помогают организовывать ФСБ разнообразные автопробеги по Берлину и другим городам Германии. При этом, что сами немецкие полицейские говорят о том, что их законодательство не позволяет им запретить российские марши. Да, в некоторых землях введены новые законы, которые ограничивают использование символики Z в качестве политической символики российских демонстраций. Их приравнили фактически к свастике. Это очень знаковый, хороший момент. Но германское законодательство не имеет формулировок для того, чтобы запретить российские парады или автопробеги по Германии. Противодействовать им необходимо максимально выводить на улицу все больше и больше самих немцев. Я считаю, что нет смысла работать в так называемом омигрантском российской среде. Эта среда давно уже сделала свои выборы и изменить сознание там не представляется возможным. Так же, как и большинство россиянов в России. Но есть часть активных людей, в том числе немцев, людей, которые были так называемыми советскими немцами, уехавшими в Германию после разбавки Советского Союза, которые очень хорошо относятся к Украине и с которыми есть смысл общаться, разговаривать. У них есть политическое мышление. А для так называемых русских немцев, точнее россиян Германии, это как бы работать в пустоту. Кроме как сами немцы, им никто ответ там не даст. В свою очередь, так же, вот смотрите, я пересматриваю еще раз список. Вот покажите, пожалуйста, редакторы информационную графику, сколько и каких дипломатов выдворили из стран. И вот тоже, Виталий, хочу, чтобы вы со мной вместе посмотрели. В принципе, это очень большое количество дипломатов. Но я понимаю, что дипломаты, это же в свою очередь как такой больше визуальный жест. Он юридически и фактически ничего не приносит, не дает, не приближает к миру. То есть это, грубо говоря, такая просто единая позиция, проявление единой позиции. Знаете, как резолюции, несут рекомендационный характер. Что оно меняет юридически? И какой это жест? Как это можно расшифровать с дипломатического языка на обычный? Это жест солидарности. В первую очередь с Украиной. Второе – это единая позиция Европейского Союза. То есть она не имеет фактически исключений. Среди членов Европейского Союза. Это достаточно неплохое действие по очищению Европы от агентов ФСБ или ГРУ. Потому что большинство этих людей, которые выслали в качестве дипломата из Европейского Союза, люди, имеющие прямое или непрямое отношение к российским спецслужбам, то есть люди, работающие под прикрытием, именно они получили персонального нон-грата. Это в том числе офицеры по безопасности посольств. Кроме того, следующим шагом является закрытие консульств. После этого идет отзыв посла, а последнее мера воздействия – это разрыв дипломатических отношений. Кстати, некоторые балтийские страны уже подошли к черте разрыва дипломатических отношений. Они отозвали своих послов, они закрыли консульство. Польша блокирует работу посольства и консульства России на своей территории. Настолько я понимаю, сейчас к этой черте подойдет Словакия после передачи Украине С-300 системой ПРО. И ряд других стран тоже. То есть следующим шагом может вполне реалистично быть разрыв дипломатических отношений. А это уже звоночек к непосредственному участию в военном конфликте. Виталий, спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Виталий Кулик, директор Центра исследований и проблем гражданского общества, был на прямой связи с нашей студией. Ну и далее давайте посмотрим материал о том, как русские относятся к широкомасштабному вторжению России в Украину и повлияла ли волна, вот вся эта военная волна на рейтинг доверия, либо же наоборот, недоверие к Путину. Давайте посмотрим. Италия, Испания, Швеция, Дания, Румыния, Словения, Латвия, Эстония и Португалия. Около 300 российских дипломатов высвали из этих стран после публикации в иностранных СМИ ужасающих кадров о разрушениях и жертвах Бучи Киевской области. Ранее на такой шаг решились Франция и Германия. И это не предел, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Вторую волну можно будет ожидать после того, как Кремль начнет отвечать. Россия может с уверенностью ожидать, что они будут принимать ответные меры, будут отправлять домой дипломатов. Даже тех стран, которые практически не имеют собственной разведки, уж точно под предкрытием никого не отправляют в Москву. Такое массовое завершение дипломатических миссий российских дипломатов в странах ЕС может привести к тому, что российские спецслужбы лишатся информации, считает Константин Грищенко. Будет на какое-то время серьезно дезорганизована вся сеть их связей, будет сокращена, сужена возможности влиять. Все это в контексте тех шагов по поддержке Украины, которые предпринимаются в других сферах. В сфере санкционной политики, экономической помощи Украине, военной помощи Украине, военно-технической. Санкции против России надо усиливать и делать это более решительно. И персонально такое мнение высказал депутат Европарламента Ги Верхольстад. Вы знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкций в условиях автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение, настоящее общественное мнение. А в России больше нет настоящего общественного мнения. Мы должны взяться за 6 тысяч человек из окружения Путина, людей, которые работают с Путиным. И у нас есть список. Алексей Навальный, фонд Навального сделали список из 6 тысяч человек. Тем временем основная масса россиян активно поддерживает так называемую спецоперацию в Украине и действия своего президента. В опубликованном в марте социологическом исследовании российского Левада-центра поддержка россиянами действия Владимира Путина выросла до 83%. Не одобряют действия Путина 15% россиян. Имперские амбиции Кремля импонируют и населению так называемых ЛДНР. Даже несмотря на то, что участие в боевых действиях приводит их к таким травмам. Выполняете задачи, даже несмотря на то, что задачи иногда требуют каких-то жертв, забирают ноги, руки. Но у меня забрало ноги. То есть вот Абдула, товарища, которого тоже забрало ноги. Мы не расстроились, духом не упали. Я жалю. Водится четко, пацаны. Такую мобилизацию вокруг триковора дипломат Константин Грищенко объясняет тотальным отсутствием в России независимых источников информации и нежеланием населения разбираться самостоятельно. Но понять ее, оправдать ее, согласиться с тем, что это нормально, ни один здравомыслящий, просто моральный человек не может. Поэтому я думаю, что наступит момент, когда прозрение придет. Прежде всего тем думающим, кто ищет информацию не только через какие-то официальные каналы. Но пока, по данным социологов, 69% россиян убеждены, что их страна движется в верном направлении. 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении. И еще 9% затруднились ответить. Наталья Белокудра и Евгений Кармазин из Днепра. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.